В начале о текущем состоянии электроподстанции Ачимчиротяга, где накануне произошел пожар и большая часть оборудования вышла из строя. Без подачи электроэнергии оставались большая часть города и пять сел Ачимчирского района. Как отметил гендиректор Черноморэнерго Михаил Логва, в первые часы удалось восстановить энергоснабжение в городе, а уже затем поэтапно и в селах. Теперь вся нагрузка лежит на подстанции Ачимчиро-2, которую приходится отключать при максимальных нагрузках. Вот почему необходимо экономить электроэнергию. Уже сегодня очищена территория подстанции от того, что там сгорело. Уже, я думаю, в эти минуты она будет готова для монтажа оборудования. Оборудование, которое мы с подстанции Сухум-11, с подстанции БЗИП-220 уже манипуляторами, возможно, сейчас даже в эти минуты оно туда доставлено. Завтра с утра начнется его монтаж. В принципе, вот по той схеме, о которой мы говорим, завтра мы уже будем знать ориентировочные сроки, потому что это дело такое, где каждая мелочь может занять определенное время. Но приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать это как можно быстрее. Как сказал главный инженер Черномор-Энерго Тимур Кассе, завершить ремонтно-восстановительные работы на подстанции Чемчиротяга планируется к концу недели. По словам вице-премьера министра экономики Кристины Озган, для полноценного функционирования объектов энергетики нужны не только большие средства, но и элементарный належащий уход за этими же объектами. Кристина Озган коснулась и мероприятий по подготовке к зимнему периоду, которые Черномор-Энерго начала с Гагарского района, чтобы определить уровень риска и аварийности на объектах энергосистемы. Просьба сделать эту работу оперативно и все-таки сказать, где ситуация кричащая и что нам в первую очередь необходимо сделать. Да, есть вопрос финансирования, но вы знаете, что и президент, и премьер-министр в этом вопросе нас с вами услышали и нам будет оказана соответствующая поддержка. Главное, чтобы мы могли вовремя дать соответствующие предложения и вовремя провести эти работы. Поэтому, пожалуйста, мобилизуйте всех своих специалистов и проведите эту работу быстро и оперативно. Нам к середине июля нужно будет знать масштабы этих работ и их стоимость для того, чтобы мы сделали соответствующее предложение. У вас всего на это две недели. Пожалуйста, Михаил Валерьевич, мы ждем результатов официальным обращением для того, чтобы далее Министерство экономики могло инициировать рассмотрение вопроса на уровне правительства и администрации президента. Сегодня дневное потребление электроэнергии составляет 5 миллионов 600 тысяч киловатт-часов по районам. То есть, фактически потребление не снизилось. Кристина Усган поинтересовалась, что за последние два месяца после остановки перетока было сделано представителями РЭС. Какие меры они приняли, чтобы снизить потребление в районах? Сколько объектов отключили? Более 60 объектов по району было отключено, имеется в виду майнинговых ферм. Более 60 ферм – это порядка 45 мегаватт, но это трансформаторной мощности, потому что не всегда удается определить фактическую потребляемую мощность. Я же уточняю, что не всегда получается установить фактическую мощность, потому что не представляется возможным посчитать количество аппаратов, так как фермы зачастую закрыты. И в 90% случаев, когда мы подъезжаем, они отключены. Поэтому не удается замерить реальные нагрузки, которые идут от той или иной фермы. Поэтому мы брали трансформаторную мощность. Кристина Усган не удовлетворил ответ Алхаса Чамба, так как, по ее словам, динамика на снижение потребления электроэнергии в Гаградском районе не наблюдается. При этом собираемость запотребленной электричества в Гаградском районе в 2019 году составила 46,5%, в 2020 году – 35,6%, а с января по май текущего года – 28,5%. Те цифры, которые я озвучил, это приравнивается к совокупному потреблению с учетом майнинга. Как вы знаете, наша система не позволяет отдельно разграничить потребление физических лиц и майнинга, соответственно, цифры за счет этого корректируются. Но, скажем, за 2020 год, из положительного, по юридическим лицам 98,2% собираемости к 2019 году – 88,0%. То есть это направление отработано практически… Это 20-м, 19-м? Да, 20-м, почти 100%, да, 98,2% – это достаточно серьезные показания. Начальники районных электросетей отчитались о том, как осуществляется собираемость платежей в районах. Вице-премьер, министр экономики Кристина Усган высказала недовольство их работой. Я прошу вас с января месяца мне акты выездной проверки по потребителям, где контролер прошел в определенный период времени, собрал вместо 100 рублей 20 рублей и вы провели проверку, заактировали, установили факт, что он действительно благонадежный сотрудник. Он прошел по всем 25 домам, начислил правильные 100 рублей, но физически не оплатили остальные 80. И вы, соответственно, к этим людям пришли, разговаривали с ними. Дайте мне, пожалуйста, дарить. В июне месяце я могу дать. Мне не надо рассказывать, я хочу тебя обрубить. Задолженность платежей за потребляемую энергию по бюджетным учреждениям в республике составляет 93 миллиона рублей. Все юридические лица, у которых есть сегодня задолженность, мимо отправленного уведомления до 5 июля, организации, которые не погасили задолженность, они будут гарантированно обесточены. Естественно, есть момент, связанный с тем, что, может быть, физически нет возможности 100% от задолженности погасить, но не менее 50% с предоставлением графика погашения оставшейся задолженности, это будет условием для того, чтобы объект оставался подключен к сети. Все остальные абоненты, юридические лица, должники будут обесточены до 5 июля. То, что касается физических лиц, как вы знаете, очень ограничены наши возможности по индивидуальному отключению, хотя в городах у нас еще есть возможность индивидуально подходить, отключать. Абонентов, ну, то, что касается уже районов и сел, у нас такой возможности, к сожалению, нет. То есть технически не обоснованно, индивидуально, коммерчески не обоснованно индивидуально в селах проводить отключение. Тяжелая мера будет предпринята. Как вы знаете, президент дал в получение личной ответственности главы администрации сел, как за майнинг, обнаружение в селе, и также и за собираемость. Соответственно, теперь это нам позволит в контакте с главами сел вопрос платежей по селу решать. В каждое село в июле месяце будет направлен наш представитель, будут предоставлены данные по собираемости абонентов в этих районах, это и городов касается, и не только сел. И, соответственно, будет проведена работа с должниками. Кристина Усган отметила, что будут осуществляться жесткие меры по вопросам снижения потребления электроэнергии и собираемости платежей. Сегодня на заседании правительства этому вопросу было уделено очень серьезное внимание. Дано соответствующее поручение всем министерствам, ведомствам. Мы сейчас готовим детализацию, почему я просила период образования за должности. Будет соответствующее обращение к вам, чтобы были акты сверок, потому что для многих было удивлением, что они должны. При этом были ссылки на то, что есть проблемы, связанные с тем, что до сих пор не подписаны договора. У вас, наверное, идет перерегистрация, судя по всему. Заканчивайте вы ее. Не должно быть аргументом, что Черномор Энерго не подписала договор, поэтому мы миллион или два не оплатили. Миллион или два сегодня для нас это серьезные деньги. По крайней мере, что касается задолженности бюджетных учреждений господепредприятий. Мы будем контролировать и, соответственно, реагировать. Но, уважаемые коллеги, на местах вы посмотрите, что происходит. Никто за нас эту работу делать не будет. И у вас будут подстанции гореть. Не у вас, у нас с вами будут подстанции гореть. Мы через три месяца, у нас будут большие нагрузки, потому что будет похолодание. И мы будем опять людям объяснять, что вот получилось. Но это не серьезно. Давайте вместе сделаем то, что хотя бы мы на нашем уровне можем сделать. Сейчас средства, которые мы отвлекать будем на Чемчирскую подстанцию, могли бы также профилактические мероприятия провести на подстанциях, подготовиться хотя бы минимально к зимнему периоду. Но мы сейчас это будем отвлекать туда. И не дай Бог, что-то еще произойдет. Оно может произойти, мы не застрахованы, потому что у нас везде катастрофа. И это не потому, что это произошло за год или за полгода. И в этом нет конкретной вины руководителей, которые не полный год возглавляют эту организацию. Это накопившийся объем проблем за 20 с лишним лет. Это абсолютно изживенческий подход к отрасли. Пусть выживает, как считает нужным. Платить мы не хотим, финансировать мы не хотим, реконструировать мы не можем, инвестиции привлекать мы не будем. Но это все понятно. А как подавать свет людям? Как дать электроэнергию? Здесь никто не фокусник. И понятно, что сейчас на наши с вами плечи весь этот негатив обрушился. И он абсолютно обоснованный. Мы можем сказать людям, почему они возмущаются. Они обоснованно возмущаются. И понятно, что мы за месяц с вами все вопросы не решим. Но хотя бы тот минимум, который мы можем с вами решить, давайте решим его. Зачем мы будем каждый раз проводить одни и те же совещания и уговаривать друг друга? Мы не должны уговаривать, что мусор не должно быть на подстанции. Мы не должны говорить о том, что контролера надо проверять. Мы должны говорить, быть убедительными с людьми, которые не платят. Объяснять, что не будет света, если не будете платить. Давайте проверим себя, своих друзей, своих коллег. Платим ли мы сами за электроэнергию? Когда много говорим о патриотизме, все дружно. Давайте с себя тоже начнем. Все проверим себя. Мы платим за электроэнергию? Наши родственники, наши родные платят за электроэнергию? Когда мы призываем всех остальных платить? Хотя бы по своим близким давайте пройдем и их заставим заплатить. Может они нас услышат, может они нас поймут. У нас тариф 40 копеек. Непопулярные вещи вынуждены говорить, но должность обязывает. Мы будем менять этот тариф. И он будет большим обременением потом, понимаете? Да, мы введем механизмы социальной нормы, нормативы потребления, чтобы сделать более-менее щадящий режим. Но это не может быть бесконечным. Мы не окупаем, наша система не окупается. Она не может сама себя содержать. А государство таких средств на ее содержание в дотационном порядке не имеет. И получается замкнутый круг. Все друг друга ругают, говорят о том, какие все мы умные или не умные, или какие мы ошибки допускаем или не допускаем. Но ситуация в энергетике же не меняется. Вместе с тем, как отметила Кристина Узган, Министерство экономики и Черномор-Энерго провели большую работу по подготовке пакета нормативно-правовых актов. И это будет определенной отправной точкой, которая сможет изменить ситуацию. Речь идет о расчете абсолютно обоснованного тарифа, и в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение президенту и премьер-министру. Соответствующая программа разработана и по установке приборов в учетах, что позволит не только увеличить собираемость платежей, но и сэкономить потребление электроэнергии. Алика Трапшильдар Дамиров, Абхазское телевидение.